Депутаты парламента 17 тысяч семей Алматинской области начнут получать адресную социальную помощь, решили на заседании порт-актива областного филиала Нур-Отан. Жирный кусок диетического продукта, 4 тонны незаконного улова сотрудники природоохранных ведомств задержали на границе Талдыкургана. 10 системных мер госпрограммы по развитию туристической отрасли до 2025 года обсудили на заседании нового правительства. По словам министра культуры и спорта, реализация конкретных мер создаст порядка 75 тысяч постоянных рабочих мест. Будет привлечено 800 миллиардов тенге прямых инвестиций. На основе развитых стран будут внедряться передовые методы развития туризма. К примеру, создание турполиции, электронных отелей, либерализации визово-миграционного режима, туристические взносы для иностранцев и другие методы. В основном упор будет на сервис и цифровизацию. Все эти планы позволят повысить количество туристов в четыре раза, отметил Арстамбек Мухаммед Диулы. Хромает маркетинг и продвижение туризма. Выделяется полтора миллиона долларов, что в десятки раз меньше, чем в передовых странах. Проблемы решаемы, возьмем на карандаш, сказал Аскар Мамин. В приоритете будут развитие Алла-Коля, Харгоса, Алматы и Каспия. Благодаря четко продуманной работе Акимов Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, уже сейчас турклимат на озере Алла-Коль увеличился в разы, рассказал министр. В целом, сдвиги по прогрессу туризма уже ощутим исполна. Акимат Алматинской области полностью поддерживает государственные программы по туризму. Мы с рабочей группой неоднократно отрабатывали. Вы знаете, Аскар Захпавец, что и в топ-10, и в топ-50 наши объекты входят. Поэтому мы эту работу делали вместе, вместе с туризмом, вместе с АО «Казахтуризм». И, Аскар Захпавец, Вы давали задание разработать по горному кластеру возможность выделения денег для разработки ТЭО. Мы уже это предусматриваем и приступаем, для того, чтобы в последующем уже приступить к разработке проектной смертной документации. По второму поручению, Аскар Захпавец, по Алла-Колю, по переукреплению, у нас уже ПСД с экспертизой готово. Мы его уже в министерство сделали заявку. По аэропорту буквально в течение 10 дней должна выйти экспертиза, тоже мы на уточнение его предъявим. А по инженерным сетям то же самое есть. Мы уже тоже предложения свои внесли. В целом, работа эта ведется, и мы работаем совместно. Депутаты Сената и Мажелиса парламента начали разъяснение задач, поставленных на 18-м съезде партии Нур-Отан в регионах. В Алматинскую область прибыли 4 сенатора. Праганам Альтимова, Бакаджан Жумагулов, Динар Нукитаева и Нурлан Калышбаев. Во время встречи с Акимом области ознакомились с социально-экономическим развитием региона. И выразили удовлетворение достижениями в сфере сельского хозяйства области. Наряду с этим депутаты поинтересовались, насколько активно ведет работа по выполнению ключевых задач, поставленных президентом страны. На сегодня в области составлена социальная карта. По последним данным, в регионе порядка 48 тысяч безработных, более 40 тысяч многодетных и 11 400 малообеспеченных семей. Им будет оказана помощь по 10 позициям, среди которых выделение образовательных грантов, бесплатный проезд в городском транспорте, бесплатное подключение к газопроводу. Сенаторы в этот день также побывали в городе Текили. Они посетили ряд объектов моногорода, среди которых Текилийский горнообогатительный кабинет, тепличный комплекс Кринхаус, центральная больница и центр туризма. Также они и встретились с населением города. Поскольку главной темой нынешнего съезда партии Нур-Отан президент выделил улучшение уровня жизни каждого казахстанца. 17 тысяч семей Алматинской области получат адресную социальную помощь. Всего поддержкой от государства заручатся более 87 тысяч человек. Такие данные в ходе встречи с партактивом Нур-Отана озвучил глава региона Амандык Баталов. В целом для улучшения жизни населения руководству области намечено немало планов и задач. Оказание поддержки малообеспеченным и многодетным семьям один из приоритетов партии Нур-Отан на ближайшие годы. В связи с этим в области планируется внедрение ряда льгот и привилегий для уязвимых слоев населения. Так, из бюджета будет выделено 200 миллионов тенге на обеспечение бесплатного проезда многодетных матерей в городских автобусах. Помимо этого, всех ребят из малообеспеченных и многодетных семей с 1 по 4 классы обеспечат горячим питанием, школьной одеждой и летним отдыхом. На эти цели будет дополнительно выделяться 695 миллионов тенге. Особое внимание руководство области уделит жилищному вопросу социально уязвимых категорий. Всего по области будет построено 526 арендных квартир, но этого все равно недостаточно. Надо больше нам строить, больше иметь проектно-смертной документации для того, чтобы обеспечивать наших очередников, и в том числе многодетных и малообеспеченных этими квартирами. Потому что у нас в очереди на сегодняшний день только стоит 42 тысячи с лишним человек в очередь. В следующем году в области будет построено 458 кредитных квартир. В дальнейшем объем строительства арендного кредитного жилья будем доводить до 200 тысяч квадратных метров ежегодно. Большое внимание в своем докладе Аким области уделил и теме безопасности. Так, до конца текущего года в 16 тысячах домах малообеспеченных и многодетных установят пожарные датчики. Для этого предусматривается более 90 миллионов тенге. Актуальной остается и тема газификации. Руководство области планирует на это 500 миллионов тенге. В числе приоритетных социальных программ улучшения условий в сфере образования и медицины. Планируем построить 9 студентских обшежитий. Первое обшежитие мы начнем буквально на следующей неделе. Это бывшая гостиница, много лет стояла. Мы его решили сделать и реконструировать под обшежитие на 280 мест. И потом безвозмездно передать его для студентов нашего Житцуйского государственного университета имени Жан Сугурова. И параллельно уже в первом полугодии начнем строительство трех обшежитий. Трех обшежитий для наших колледжей. Уже разрабатывается проектно-смертная документация, выделены земельные участки. Улучшение первичной медицинской помощи особо важно для нас. Вы знаете, что у нас 80% населения проживает именно на селе. И вот первичная медицинская помощь, для них, конечно, это очень актуально. Ежегодно, хотя мы строим 7-8 врачебных амбулаторий, медпунктов, но имеется еще потребность 97. Поэтому в этом году мы планируем построить 12, остальные будем поэтапно завершать и строить до 2020 года. Положительные перемены ждут работников в бюджетной сфере. С 1 июля текущего года заработная плата порядка 100 тысяч жителей области увеличится на 30%. Также вырастет заработок и унизовых сотрудников исполнительных органов. На отбавку 25% получат более 3,5 тысяч человек. Все эти задачи областной филиал партии планомерно начнет внедрять уже с текущего месяца, после рассмотрения вопроса выделения финансовых средств в Маслихатом области. Ануар Роман Гильдинов, Жаслан Шинкенжи, телеканал ЖИЦУ. Всего 137 человек по Алматинской области получили ключи от квартир по программе 7-20-25 в прошлом году. Это один из худших показателей по стране. О причинах слабого темпа реализации социальной инициативы Ельбаса говорили сегодня в областном Акимате. Слабая разъяснительная работа – главный фактор низких показателей. Глава региона считает, от разовых акций нет толка. Нужно встречаться с населением систематически. Люди должны знать все нюансы приобретения льготного жилья. В этом плане хорошую работу проделали лишь Ильийский, Карасайский и Коксусский районы. Остальные же подверглись жесткой критике Амады Кабаталова. Принимавшимся Акимом глава региона дал неделю на улучшение показателей. Также Акимобласти заявил, искать жилье по программам должны сотрудники банков, а не сами клиенты. Застройщикам необходимо сделать буклеты и раздать их по банкам. Людям так удобно. Добавим, в Алматинской области в очереди на жилье стоят 43 тысячи человек. От газа все зависит, как вы с людьми работаете. Было времени достаточно. Уже полтора года этой программе. Полтора года. Замы все должны работать. Точно так же будьте со своей курильшей замы. Отделение банки тоже самое. Все внимательны. Я еще раз. То, что сегодня поручение дал, все протокольно оформится. И будем спрашивать пока на нормальное русло эту работу не поставим. О ходе строительства автодороги Талдыкурган-Усть-Каменогорск говорили сегодня на совещании под председательством замглавы области Айдарбека Байжанова. Общая протяженность трассы республиканского значения 763 километра. 314 из них проходят по территории Алматинской области. Проект рассчитан на 2,5 года. Автомагистраль будет представлять из себя автобан международного стандарта. То есть 32 километра, а это до территории Аксусского района, будет четырехполосной. Остальная часть будет в две полосы. Строительные работы сейчас производит крупнейшая компания КНР. Задействованы также отечественные фирмы. Когда вы будете вспомогательную дорогу рядом делать, допустим, уже началось, обвязную дорогу имеется в виду, обвязную дорогу, чтобы она более-менее нормальная была. Два года, три года не будут люди ездить. Это самое главное – безопасность. Безопасность людей – это превыше всего для нас. Понимаете? Поэтому вот эту вот обвязную дорогу я хочу, чтобы вы сделали очень качественно и хорошо. Она будет долго, чтобы она служила. С 1 июля нынешнего года будут введены новые критерии оказания адресной социальной помощи. Теперь каждому ребенку из числа получателей пособия будет начисляться гарантированная выплата в размере 20 тысяч тенге. Изменения коснутся и приема документов на получение пособий. Теперь в центры занятости будут запрашивать только те документы, которых нет в базе данных. Кроме того, увеличат размер пособия для детей с инвалидностью до 41 тысячи тенге. Прием документов по новому расчету начнется с мая текущего года. Проводятся работы и по вовлечению многодетных семей в бизнес. Лучшие идеи получат государственные гранты на реализацию проекта. С 1 июля текущего года у нас также будет изменен процесс расчета среднедушевого дохода семьи для получения адреса социальной помощи. Не будет включаться среднедушевой доход семьи пособия многодетных матерей, имеющих четырех и более детей, многодетных матерей, имеющих подвески алтын-алка, кумы-салка, а также пособия по инвалидности и стипендии студентов. В этом году в Алматинской области более 21 тысячи людей с особыми потребностями получат помощь от государства. На поддержку их выделено свыше трех миллиардов тенге. Эти средства направят не только на оздоровительное санаторное лечение нуждающихся, но и на покупку необходимого реабилитационного оборудования. Какими гаджетами и устройствами оснастят нуждающихся, ознакомилась наша съемочная группа. В нынешнее время жить без барьера вполне возможно, говорит инвалид первой группы Ермек Барибаев. Прибегнув к современным тифлотехническим средствам, можно выполнить совершенно любое действие. Приобрести необходимое устройство – не самая сложная задача. В этом вопросе может посодействовать государство. Однако этого недостаточно, считает мужчина. Государство выделяет большие, огромные деньги по этим тифлотехническим средствам, потому что эти тифлотехнические средства нужны, они есть, они получаются, но нет учения этих тифлотехнических средств. Потому что кто заканчивал интернат, это в основном в городе Алматы, Астровской школе, где незрячие и слабовидящие дети учатся, у них идет урок информатики, они получают и знают, что такое тифлокомплекс, но многие не знают, как с ними пользоваться. С мнением Ермека Барибаева согласно множество инвалидов региона. Как считают они, умение пользоваться новыми технологиями увеличит их шансы в трудоустройстве. Люди с особыми потребностями без труда смогут выполнять ряд задач, которые не были ранее доступны. Тем самым станут практически независимыми ни от кого. Государство субсидирует рабочих мест инвалидов. В этом году субсидируется именно по незрячим, слабовидящим инвалидам. Государство выделяет в этом году 2 миллиона 800 каждому инвалиду субсидируем рабочих мест. Этим субсидируемым можно воспользоваться и государственным органом, и частным бизнесом. За два месяца текущего года трудоустройством охвачены более 200 людей с особыми потребностями. Что касается в целом помощи инвалидам, то в этом году реабилитационную поддержку получат более 21 тысячи человек. Для этих нужд будет выделено свыше 3 миллиардов тенге. За счет этих средств мы закупим 832 тифлотехнических средства, порядка 670 единиц сурдотехники, свыше 800 специальных аппаратов передвижения и прочие необходимые устройства и вещи. Ситуацию на личный контроль взял глава региона Амандык Баталов. В ближайшие дни депутаты областного Маслихата рассмотрят вопрос, касающийся выделения средств на эти нужды. Предполагается, что к освоению новой техники люди с особыми потребностями приступят до конца текущей весны. Ануар Амангельдинов, Жайк Курманбаев, телеканал ЖИТСУ. Крупную партию судака изъяли у браконьеров в Талдыкургане. Сотрудники оперативной службы по охране животного мира Алматинской области задержали любителей легкой наживы при въезде в областной центр. Как оказалось, рыбу браконьеры добывали в селе Мукан-Тулебаев Сарканского района. Добычу мужчины намерены были сдать на рыбзавод Каратальского района, но не тут-то было. Теперь, конечно же, улов на предприятие в Уштобе сдадут, но прибыль от этого получит государство. А вот браконьерам придется выплатить соответствующий штраф согласно законодательству Республики Казахстан. Напомню, с начала года это уже второй случай, зарегистрированный на территории Алматинской области по незаконной добыче рыбы в крупном объеме. В ходе рейда совместно с сотрудниками ДВД Алматинской области были задержаны две автомашины при въезде в Талдыкурган. В транспортных средствах обнаружено свыше четырех тонн судака. Общий ущерб государству пока не определен. Документы по незаконной добыче рыбы уже переданы в соответствующие органы. ДВД Алматинской области Участники акции намерены передать свои требования правительству. Проблема оказалась в центре внимания после того, как общественный вещатель HRT подал более 30 исков против сотрудников телеканала и других СМИ, которые жаловались на предполагаемую цензуру. Роджер Федерер исполнил свою давнюю мечту. Швейцарец завоевал сотый титул в Корее. В финале турнира в Дубае он обыграл грека Стефанеса Циципаса со счетом 6-4-6-4. 20-ти кратный победитель турниров Большого шлема, второй в истории теннисист, которому удалось выиграть 100 титулов. Больше пока что у американца Джимми Коннорса. На его счету 109 трофеев. Благодаря этой победе в понедельник Федерер поднимется на четвертую строчку в рейтинге ATP. Сейчас швейцарец идет на седьмом месте. Весело и вкусно проводили зиму талдыкурганцы. В парке Жастар вчера прошел традиционный праздник, организованный областным русским центром. С песнями и танцами собравшиеся просились с холодной зимой. Все желающие могли отведать блины. Главное угощение наступающей масленичной недели. Несмотря на дождливую погоду, гостей на праздники собралось немало. Они смогли принять участие в шутливых конкурсах и спортивных состязаниях. Здесь же была организована выставка изделий мастеров прикладного искусства. А также проведен конкурс на самое лучшее тютело. Веселый праздник, однако, был проведен и с пользой. Усилиями всех, благодаря поддержке Акимата, Ассамблей народа Казахстана, Дома дружбы, общественных организаций. Сегодня нас поддержали волонтерские организации. Их пять волонтерских организаций вышли. Сегодня с нами другая жизнь фонд больных детей аутизмом родителей. Они вышли из информационной кампании. То есть немножко формат программы меняется. Мы начинаем использовать такие мероприятия в качестве информационной площадки. Команда Алматинской области по тяжелой атлетике вернулась победами из Шимкента, где прошел официальный чемпионат Казахстана среди мужчин и женщин. В кокрилке сборной 17 медалей. Семь из них золотые. О триумфальном выступлении наших штангистов и об их планах на ближайшее будущее расскажет Лилияна Штогрина. На первенстве Казахстана команда Алматинской области была представлена в основном молодыми и талантливыми спортсменами. Все они оправдали медальные надежды тренеров. Среди отличившихся Алтынай Дамен, Юлия Потасова, Наталья Битрик, Анжела Чалкарова, Алексей Дроздов. Республиканские старты – последний этап отборный чемпионат Азии. Он состоится в апреле этого года в Китае. Напомним, в этом году существенно изменилась система олимпийской квалификации, в рамках которой, чтобы попасть на Олимпиаду, спортсмен обязан принять участие как минимум в шести мировых стартах. Год начали мы сборы, это сперва по медицинскому обследованию в городе Алмати. Потом второй сбор прошел, второй и третий сбор в АИБА. И в феврале мы съездили в Таиланд, там был лицензионный турнир, международный чемпионат, ЕГАТ называется. Каждый год таиландцы проводят, и он входит в состав лицензионных. Сейчас у нас квалификационная система поменялась, шесть соревнований надо выступать, и из них подсчитывают очки по четырем лучшим. К континентальному первенству в составе сборной области ведет подготовку и бронзовый призер Олимпиады 2016 Карина Горичева. Ее целеустремленности и трудолюбию можно только позавидовать. В Китае воспитанница Талдыкурганской школы тяжелой атлетики будет выступать в весовой категории 64 килограмма. Она намерно вернутся с наградой. Сейчас мы готовимся на чемпионат Азии, который будет проходить с 18 по 23 апреля в Китае. Буду выступать в категории 64. Вес не гоняю, все нормально. Прямо как под меня эту категорию выбрали. Раньше была у нас 63, сейчас один килограмм подняли. Вообще идеально. Вместе с Кариной в чемпионате Азии примут участие еще и наши знаменитые Зульфия Чиншанло, Игорь Сон и Зелимхан Абубакаров. Чтобы подготовиться основательно, прежде чем отправиться в Китай, в составе сборной республики Казахстана они пройдут еще два учебно-тренировочных сбора в Сочи и в Шемкенте. Лилия Штогрина, Жей Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Впервые в Алматинской области прошел чемпионат республиканского масштаба по стритболу. Побраться за призовые места приехали лучшие команды из разных областей Казахстана. Ранее в Алматинской области уже проводились подобные соревнования. Однако «Спартакяда» на республиканском уровне прошла впервые. Участники съехались из шести областей страны и из Кыргызстана. Боролись за пальму первенства 34 команды. На сегодняшний день, так как это первый чемпионат, он идет как экспериментальный. Мы смотрим количество команд, смотрим какие регионы принимают участие. Я надеюсь, что исходя из результатов этого чемпионата мы сможем сформировать команду, возможно, для участия в Кубке Азии. Участвовали и парни, и девушки от 12 до 16 лет. Несмотря на то, что игра требует жесткий характер и боевую сноровку, все участники хорошо справились с поставленными задачами. С принципом «главное участие» не согласен никто. Все спортсмены нацелены только на победу. Это первый республиканский чемпионат по стритболу 3 на 3. Мы очень рады, что нам досталась такая честь проводить эти старты. Наш баскетбол за этот год добился больших успехов. Есть претенденты в сборную Казахстана. Если наши ребята пройдут, наш авторитет по баскетболу станет выше. В упорной борьбе титул чемпиона Казахстана завоевали участники из Алматинской области. Девушки. Подобный опыт республиканских первенств будет распространяться по всей стране, говорят организаторы. Следующий турнир теперь пройдет в Шемкенте. Алексей Цоев, Адибай Бусынов, телеканал ЖИЦУ, Талда Курган. Такой оказалась информационная картина этого дня. Спасибо за внимание. Встретимся завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин